Ой, ребята, наконец-то вышли с Бруно на прогулку. Я что-то вообще ничего не успеваю. Ну, в том плане, что как бы хочется и посидеть, и поболтать с сестренкой. Вот, Нина очень сильно переживает, чтобы Бруно, не дай бог, Тошу ни лапой не толкнул, ничего. Бруно, иди сюда, не лезь на эту гору. Вот, и я Нину, конечно, прекрасно понимаю в этом плане, потому что взять комплекцию Бруно и взять комплекцию Тоши, то, конечно, это небо и земля, да? А Бруно, он же молоденький, маленький, он игривый, хочет бегать, прыгать. Видит, что Тоша ходит по земле, так сказать, и пытается к нему подбежать, начинает прыгать, вот так лапами машет. В общем, получается, что мы стараемся как бы их отделять друг от друга, тем самым Бруно у меня как бы больше времени проводит сам. Мне, естественно, это не очень нравится. Мне, конечно же, хочется, чтобы моя собачка всегда была рядом со мной. Но Бруно, он может быть рядом со мной, но Тоша иногда бывает, что вот это рычит, ему не нравится, что кто-то там ходит, кто-то что-то где-то стукнул, грюкнул. Ну, короче, получается, что Тоши надо идеальная тишина, чтобы никто не ходил, не шумел. А Бруно, он же наоборот такой парень, побегать, попрыгать. Ну, как бы возраст тоже дает о себе знать. Все-таки Тоша взрослый уже, а Бруно у нас такой игривый щенок, который всему учится, все познает, все нюхает, все интересно потрогать, пощупать, ко всем подойти. Плюс еще, как бы, не рассчитывает свои силы, прыгает, лапой может кого-то стукнуть. Ну, и это, конечно же, не есть хорошо для других. А что касается меня, то я, ну, как бы, я не знаю, настолько люблю Бруно, мне не тяжело, когда он там лапой бьет мне или еще что-то. Понятное дело, что если он мне делает больно, я ему это озвучиваю, показываю. Ну, то есть, не разрешаю ему там прыгать, на голову мне скакать. Хотя он мне постоянно скачет на голову. Знаете почему? Потому что у него дурная привычка срывать у меня с волосы резинки. Вот тогда Барсик у меня, когда еще маленький, в детстве был, он постоянно все резинки с волос у меня срывал. И Бруно тоже самое. Такое ощущение, как будто у них одно и то же заложено срывать резинки с меня. Хотят, чтобы я с распущенными волосами ходила. В общем, мы вышли с Бруно на прогулку, походим, погуляем. Ой, так хорошо. На улице прям вообще все цветет, все пахнет. Мне надо порядки во дворе наводить. Но, как бы, на первом месте у меня сестренка. Сейчас сестренка приехала, немножко отдохнем, а потом возьмусь так усиленно за работу. Буду с утра, как говорится, до ночи наводить порядки во дворе. Там Ай стоит. Маленький, молоденький. Бруно! Бруно! Ко мне! Мой мальчик, любимый. Мой мальчик. Мне кажется, у тебя что-то тут перекрутилась шлейка, не? Может, подтянуть ее надо? Как-то она как висит, что ли. Пойдем, пойдем гулять. Мой малыш, а морда уже грязная. Ой! К чему я все это начала рассказывать? К тому, что сегодня уже у нас четверг, и получается, во вторник мы с Бруно съездили в местной магазин, он там поплавал в реке, побегал, погулял, и мы приехали домой, и уже вечером мы на прогулку не ходили. Ну, то есть, он там с Милошем во дворе гулял, со мной, а вот так, чтобы пойти походить на прогулку, мы не ходили. В среду мы целый день провели на улице, Бруно с нами, то есть, не говорится о том, что он не выгулянный, потому что мы вчера и в мячик с ним играли, и я, и Нина, и он в какой-то момент был настолько уже уставший, что он уже даже не бегал за мячиком. то есть, как бы, собака выгулянная, он был уставший, он реально хотел спать, у него глаза не пойму, куда гляжу, но вот полноценной такой прогулки, как мы ходим с ним, у него не было, как бы, ни во второй половине вторника, ни в среду, и сегодня утром, я не знаю, как так получилось, я не смогла встать нормально всем, ну, хотя бы в 8 утра. Не, в 8 уже, по-моему, встала, в 8.30, но все равно, я думала, что я встану где-то так, часиков в 6-7, мы пойдем с Бруно пройдемся, прогуляемся, хотя бы часик. Ну, естественно, я уже вечером думаю, все, Оля, надо брать себя в руки и идти на прогулку, потому что это не есть хорошо так долго не гулять с собакой. Ну, это никак не потому, что мне там лень пойти с ним погулять или еще что-то, нет, просто время быстро так пролетает, мы, например, вот вчера сидели на улице, гуляли, ну, с утра там жарили шашлыки, днем, можно сказать, уже жарили шашлыки, то посидели, то поболтали, то-то-то-сё, с Бруно играли, с мячиком, а потом туда-сюда, и я, честно говоря, вообще не поняла, как быстро так время пролетело, думала, что только там часов где-то около шести вечера, а уже восемь вечера, а еще, ребята, темнеет стало позже, и ты реально не понимаешь, что уже вот, уже туда-сюда и спать ложиться, уже восемь часов вечера, а еще, так, знаете, не сильно-то и темно, так что, ну, это, конечно, меня радует, то, что теплеет, то, что позже темнеет, но с другой стороны, как бы, с другой стороны, все равно время пролетает настолько быстро, что, честно говоря, вообще не успеваешь ничего, и ночь, кажется, какая-то короткая, что ты не успеваешь выспаться и отдохнуть, как-то так, а что касается видео, то это вообще просто для меня какой-то шок, я иногда вот думаю, вот смотришь блогеров, там есть много детей, там эта девушка, женщина просыпается, всем завтрак готовит, то все, там у них какое-то хозяйство, они с мужем там работают во дворе, чем-то там занимаются, сад, огород, собаки, какой-то там курочки, уточки, дети, с детьми еще уроки делают, и я честно, вообще не понимаю, а как у людей получается все это успеть сделать за сутки, за солнечный день, да, я не знаю, мне кажется, у меня время вообще вот так, щелк, 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 только было 10 утра, уже щелк, 4 часа дня, как, где эти 6 часов я потеряла, в общем, гуляем, гуляем, наслаждаемся, у нас погода хорошая, не жарко, ветерок немножко прохладный, поэтому сейчас нужно себя поберечь, потому что легко застудиться и заболеть, ой, на самом деле дышится хорошо, прекрасно, там такой солнечный закат прекрасный, птички поют, все превосходно и замечательно, ну ничего, я все-таки выкрою время, найду, для того, чтобы подобавлять видео, конечно, скорее всего, будет сумбур, полный, но в любом случае, кто захочет смотреть мои видео, те с удовольствием посмотрят, несмотря на то, что хронологическая последовательность будет нарушена, ну, вот такой я блогер, ребята, снимать еще время нахожу, а редактировать и добавлять, ну, для меня самое сложное, наверное, сейчас это добавлять, потому что у нас с интернетом огромная беда, и видео у меня может стоять целые, ну, не сутки, но где-то часов так 8-12, просто стоять загружаться, 10-минутное видео на YouTube, для меня это самое-самое сложное, а еще самое сложное, это когда видео начинает у меня грузиться в YouTube, происходит какая-то ошибка там в интернете, и получается у меня загрузка останавливается, я думаю, что видео загружается с полной уверенностью, по факту я иду уже смотреть видео, чтобы добавить какие-то там теги, да, и открыть его для просмотра в YouTube, а получается, что оно выбилось ошибка, и мне надо его заново перезаливать, вот это самое обидное и самое сложное для меня, поэтому бывает иногда такое, что я целый день трачу на то, чтобы загрузить одно маленькое видео, 10-минутное, я не знаю, почему такие проблемы с интернетом, с Wi-Fi, напишите, пожалуйста, в комментариях, в какой стране вы живете и как у вас вообще происходят дела с интернетом, неужели у всех проблемы с интернетом, я вот смотрю в TikTok, есть много видео, в которых говорят о том, что какие-то траблы с интернетом происходят, что вообще очень тяжело стало пользоваться интернетом, постоянно все виснет, ну, как-то непонятно по каким причинам. Бруно, пойдем. Бруно, Бруно, охоти, ту. Пойдём, зайчик, пойдём. Пойдём дальше. Продолжение следует... Ребята, я не знаю, что делать. Там заяц сидит. Я не понимаю, почему он не отходит. Почему он сидит? О, побежал заяц, заяц побежал. Вон, смотри, заяц, 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 заяц. Вон, 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 всё, убежал. Поздно ты увидел его. Он уже там. Бруно, смотри, утка полетела. Ты прозевал. Зато покупался, да? Так бежал до воды. Хотя не жарко, но Бруно очень сильно хотел искупаться. Ой, а тут так выросло всё. Трава выросла. Теперь, кажется, такой маленький-маленький ручеёк. А когда раньше ходили зимой, то казалось так широко. Столько воды много. Ну и вода, конечно, немножко ушла. Поменьше стало водички. Опа! Что там, Брунчик? Пойдём, зайка, дальше палочку поисим, и я покидаю. О, я, кстати, уже нашла палочку, смотри. Опа! Брун, ты даже не прыгаешь. Для тебя чересчур мелко, да? Чересчур мелко стало для тебя. Спокойно зашёл, взял палку. И не надо даже прыгать, и не надо даже плыть уже. Ой, ты мой зайчик любимый. Ой, ты мой зайчик любимый. Сильный мальчик, сильный. Пойдём дальше, пойдём. Пойдём дальше, пойдём дальше. Пойдём, сладкий, пойдём. Оставляй там полено. Смотри, кто там? Кто там с той стороны? Не, стой. Пихи за бать. Идь за бать. Красопета моя, пойдём. Ой, кроты накопали. Вот так, молодец. Умница. Ой, ой, ой. Пойдём дальше. Пойдём дальше. Он хочет, чтобы я это полено ему кинула в воду. Ну, я не уверена, что я смогу это... Ай, не, не смогу. Что такое? Ты подавился? Откашляйся. Брун, запачкал меня. Откашляйся. Просто хотела заснять, но я не смогу это сделать. Мне надо телефон-то положить, чтобы это сделать. Уже полено тяжёлое. Мне одной рукой его неудобно брать. И тяжеловато. Ой, ты, Боза мой. И что ж эта собака делает? Опа! Ой-ёй-ёй. Эх, не докинула. Только кофту запачкала. О, силач. Брун, я боюсь, что туда упаду. Без проблем всё достаёшь, да? Ладно, пойдём, Брунюшка. Чи-чи-чи. Пойдём, Зайка. Сядь. Ой, ничего не видать. Чих. Чих. Ай, Брун, а зачем ты их оставляешь? Потому что ты видишь, у меня ещё одну палочку в руках. Это не значит, что ты должен в воде их оставлять. Ты должен мне их приносить. А то не та, та вон лежит. У меня больше нет. Ты всё в воду отнёс. А там ещё одна, Брун. Смотри, вон ещё палочка. Ай, я всё мокрая. Вон ещё палочка плавает, видишь? Молодец, неси сюда. Ну, а зачем ты её бросил? Неси. Увидел, что я палку взяла. У меня нету. Ты всё в воде оставил. Пойди с воды принеси. Пойди принеси с воды. С водички пойди принеси. Ой, Брун, там машина едет. Иди на поводочек. Какая-то машина сюда едет. Простите, пожалуйста. Потому что я не была здесь, ну, 10 лет точно, наверное. Хорошо почаевку лавру знаю. А вот Киева-Печерскую, к сожалению. Видите, как красивая территория. Тут цветут грибочки. Так, треба фотографию сделать. Получайте. Вот мне охранник сказал, что это верхняя часть. Поня, это верхняя часть. Она открыта, а нижняя закрыта. Вот, хоп. Хром. Сейчас зайду туда, свечки поставлю, помолюсь. Поня, это глаза светятся? Что-то добраешься. Не знаю, что. У меня как-то душа болит. Аж фокус сбивается. Красавчик. Ой, какая красота. Господи. Охер. Хоп.